Так, так, там все ускроют, что поделать. Поэтому у них пропаганда, она грамотная, она рассчитана на плебеев, на тех людей, которые даже не задумываются, что они какие-то граждане. У них этого в голове нет. Поэтому им вот это нравится, не нравится, Россия расширяется, это очень ура, это же и есть тот самый патриотизм, они этим гордятся. То, что их никто не спрашивал, надо расширяться, не надо расширяться, это неважно, им потом объяснят. И знаете, как главное, это не наше дело, там наверху знают. Мы просто, ну, мы же не все видим, откуда нам знать. Нам все сказали, они там наверху знают. Вот в Украине, вы же не услышите, они там наверху знают. Поэтому в рамках этого устройства мира, которое продали россиянам за 20 с лишним лет, россиянам терпеливо продали, что мир устроен вот так. Что они, плебеи, им положено вести себя, как им сказали хозяева жизни. Все, они так себя ведут теперь. Давайте еще о хозяевах жизни поговорим. В частности, Харта 97 тоже собрала небольшой список российских чиновников, которые провели новогодние каникулы на иностранных курортах. Ну, вот о Максиме Васильеве мы уже сказали, депутате из Курска, да. Глава Чеченской республики, например, Рамзан Кадыров провел новогодние каникулы в Дубае. И у него есть вилла, пишут об этом. Денис Мантуров, это было тоже в нашем материале, самый богатый российский министр. Отдыху в России предпочел Турцию, я напомню. И на каком лайнере летает глава Татарстана Рустам Мениханов. 29 декабря вот этот борт приземлился как раз тоже в Объединенных Арабских Эмиратах. Ну и, соответственно, на фоне этого всего, хотелось бы вспомнить, что пока российские чиновники посещают дорогие курорты, в Госдуме, например, предлагают брать деньги с обычных граждан, которые выезжают на отдых за границу. С такой инициативой в конце прошлого года выступал депутат Государственной Думы от КПРФ. Он обосновал это тем, что такой шаг якобы позволит стимулировать граждан проводить отпуск в своей стране. И это при том, что отдых на российских курортах стоит в разы дороже, чем, например, в той же Турции. Но сейчас в Турции явно теплее, я думаю, чем в России. Но, тем не менее, вот, ну, конечно, не хотелось бы там банальности какие-то спрашивать, а как вы оцениваете такой шаг, но немножко как-то несопоставимо. Знаете, когда люди могут позволить себе бортом вылететь в Турцию или в Объединенные Арабские Эмираты, а для простых смертных, соответственно, нужно ограничить всякие выезды. Ну, уже тогда, как мне кажется, проще сказать, что... А теперь у нас железный занавес, и никто никуда не летает. Например, же хотели ввести, закрыть точнее границы с объявлением всеобщей мобилизации. Так, может быть, честнее нужно быть уже? Зачем им быть честнее, они же Россия? Ну, во-первых, вся эта практика возвращается советская, с шендаврой, за границу это проблема. Но, кстати, налог на выезд, такой, такой с такой практикой я сталкивался не только в тоталитаризме. Я помню когда-то, там, в 90-е годы, например, в Израиле, гражданин Израиля, чтобы выехать за границу, туристов ты решил поехать отдохнуть, с тебя причиталось, типа, 100 долларов в фонд государства, просто за то, что ты выезжаешь. Налог на выезд. Вот, поэтому это тоже, чтобы вот отдыхал в Израиле, где дороже, а не летел в Турцию, где дешевле. Так что они даже не изобрели эту историю. Но вообще, знаете, как-то осуждать какую-то российскую элиту за то, что она летает частными самолетами или отдыхает в Турции или в Дубае на фоне того, что все эти люди убийцы и участники геноцидов, и военные преступники. И в этот момент выдвигать в их адрес, что они себя ведут достаточно социально. Ну, это вот примерно сейчас некоторые российские части, там, российской оппозиции, да, они проводят расследование о коррупции, что Суровикин украл, там, миллион долларов, 20 миллионов долларов. А Шойгу украл миллиард долларов, а Медведев еще столько. Вот эти все сейчас на полном серьезе идут вот эти расследования. Но их же не за это будут судить. И вешать их будут же не за то, что они на самолете, на частном полетели отдыхать куда-то в не ту страну. Но это военные преступники, но это убийцы, насильники, грабители. Как мы можем их осуждать за то, что они не там отдыхают или даже смеяться над этим? Они же не смешные, понимаете? Они, ну как, ну вот, но если бы мы когда осудили Чикатило, который убил 50 человек в своей руках, сказали бы, а еще он из столовой ложки украл. Несерьезно. Вот, поэтому я бы их за это осуждать не стал. Это уже вполне частное, личное их дело, что они там у кого украли. Да они всю страну украли, кстати, у жителей России. Все украли, нормально. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!